Следующий наш доклад, тема его службы или служения. Ксения, пожалуйста. Мы раз уж мы начали говорить о государственной службе, о пределах инвестиционного государства, давайте поговорим, расскажем несколько слов по поводу того, что такое служба вообще. Я имею в виду предмет в Астраханском государственном университете, который называется Государственная служба в Российской Федерации. И на первом занятии вести шек, ну, второкурсник, я их спрашиваю. Ну, да. Вот, я их спрашиваю, а какие ассоциации у вас возникают при слове службы? Они, мне говорят, там, вагоны, ответственность, привилегии, мигалки, то есть такое прочее. Но если подойти, проанализировать эти подзывы, которые называются и в словарях, да, и в философских, в том числе и в юридических, и в учебных каких-то пособиях, научной литературе, то можно выделить несколько составляющих, и можно выделить несколько похожих на выделение этого. Ну, во-первых, самое такое, самое простое, да, это то, что служба, прежде всего, это название определенных органов государственной власти и управления, федеральный служб безопасности, судебных приставов и так далее, да, но это то, что на поверхности. Конечно, если говорить полистрально, то служба, прежде всего, это деятельность отдельных категорий граждан. И вот, то есть, причем это один из общеполезных таких, таких-то социальных видов деятельности, да. И вот спецификой службы, в отличие от работы, заключается в том, что служащий в процессе своей работы, он не производит никаких материальных благ, материальных центров, не оказывается по хозяйственным услугам таких. И объектом воздействия служащего является сознание поведения человека, людей. И в этом смысле, в бытовом понимании, к служащим относится огромная категория людей. Это и врачи, и учителя, и в том числе и чиновники, да, потому что врач, он же ничего не производит, но он лечит. Педагог он учит, а чиновник он управляет. Дальше, если выделять еще вот, что входит в категорию службы, чем отличается данная профессиональная деятельность, это то, что чиновник, простите, то, что служащий работает с информацией. Еще один признак это то, что процесс труда служащего, он регулируется не только и не столько профессионально-технологическими правилами, но и социальными нормами, прежде всего правовыми нормами. И поэтому вот наличие правовых отношений в самом процессе труда служащего тоже является очень такой характерной особенностью и правовым элементом деятельности служащих. Таким образом, получается, что служба это, сейчас скажу, служба это профессиональная социальная деятельность, связанная с воздействием людей и информацией, и характеризующаяся наличием правовых отношений в самом процессе труда служащего. Но при этом служба в широком, опять-таки, понимании делится на несколько видов. Это прежде всего публичная служба, да, и там государственная можно назвать, и частная. Естественно, мы сегодня с вами собрались поговорить о государственной публичной службе, да, и поэтому здесь мы еще более суживаем круг признаков и понимания, что же такое служба государственная. Вот публичная служба это профессиональная деятельность по исполнению полномочий федеральных органов государственной власти. То есть прежде всего служба, она именно публичная служба характеризуется, в отличие от частной службы, характеризуется тем, что она направлена на достижение общественного влада. И вот, на мой взгляд, вот это вот достижение общественного влада сегодня – проявольный камень, потому что, ну, вот мы даже видели вот этот вот ролик, да, далеко не все сказали, что служба – это служить обществу, не служить государству, да, вот это достижение общественного влада – это как-то почему-то сегодня где-то остается на вторых ролях. Таким образом получается, что с одной стороны, конечно, формально, служба это вполне определенный вид профессиональной деятельности, система неких управленческих подходов, набор технологий, механизмов управления, все это так, естественно, с этим никто не ускорит. Но, с другой стороны, очень часто мы забываем, что служба имеет еще одну очень важную, может быть, даже ее главную составляющую, то, что государственная служба это сознательное служение человека государству, через государство общества в том числе. И вот без этого, наверное, служащий существовать не может. И опять-таки, если посмотреть на то, как раньше понималась служба, на то, как она понимается сегодня, то вот мне кажется, что сегодня как раз проблема многих состоит в том, что нет конкретного понимания службы, как служения государству и обществу. Если мы опять-таки посмотрим на то, что было, когда была государева служба, мы сегодня говорили, да, она носила сокральный характер, но это прежде всего была служба Богу, Государю и Отечеству, да, или Богу, Царю и Отечеству. И вот это вот понимание службы, оно очень сильно, очень глубоко укренилось в представлении вот русского народа. И сама пословица, даже если это пословица, я случайно нашла, которая, мне кажется, иллюстрирует это отношение к службе. За Богу молитва за царем служба не пропадет. И вот государева служба в то время, до 17-го года, это была форма организации жизни на Руси вообще, то есть выступала в качестве системообразующего фактора. И каждый человек, он служил, хотя содержание службы, естественно, там солдата и крестьянина, или дворянина, да, и казака, она была совершенно разная, или, не знаю, кухарка, например, она была совершенно разная. Но все они служили, они служили царем, они служили Отечеству. Вот после 17-го года понимание службы очень резко изменилось, и Ленин этот вопрос уже затрагивал. Я хотела бы напомнить вам тезис, который в свое время произнес Ленин, хотя сегодня говорят, что нельзя этот тезис так уж приводить в пример, и что это праза выдернута из контекста, но тем не менее он сказал, и кухарка может управлять государством. Вам, пожалуйста, отношение к службе изменились. И надо сказать, что вот, наверное, в советскую эпоху вот это вот понимание службы, как служение обществу, государству, народу, не существовало. Прежде всего была служба партии, да. Ну и вот после того, как Советский Союз распался и вводникла новая государственная политическая карта мира, Российской Федерации, была принята наша конституция, 93-го года, по которой мы сегодня с вами все живем, то вот многие авторы опять-таки говорят, что как раз в этой конституции заложена вот эта основа, что государство это, опять-таки, это деятельность, которая касается служения, службы государства. Ну, вопрос, вопрос очень спорный. Вот для современной России, наверное, это вот, еще раз говорю, это краеугольный камень, потому что очень важна вот нравственная установка или составляющая, кому я служу. Еще раз напомню, очень хороший фильм «Офицеры», да, это, там такая фраза, есть такая профессия, родину защищать. Так вот, государственная служба, это тоже профессия, есть такая профессия служить родине, на мой взгляд, да. И очень жаль, что у современных поколений, в том числе у современных поколений чиновников, вот это вот понимание службы, служения государства, оно расходит. И далеко не каждый из них может сказать, что вот моя профессия – это служить государству, служить отечеству. И таким образом подвожу, может быть, насколько это сломбурно, но я хотела просто несколько, как векторы для обсуждения, да, сформулировать. И вот подводя итог там, что я сейчас сказала, мне кажется, что служба – это все-таки идеологическое такое явление. Да, с одной стороны, служба требует сознательного подчинения человеку интересам государства и общества, в отдельных каких-то случаях даже жертвенности. У нас, с другой стороны, конечно, здесь не нужно забывать, что мотивация тоже очень важна. То есть личностный фактор, да, и личный выбор, он тоже важен. Так вот, служба предполагает вознаграждение, служба предполагает какие-то блага, потому что, наверное, ни одна деятельность без мотивации, она не будет эффективной, перспективной и так далее. Вот что вы думаете по этому поводу, как вам кажется?